Сегодня я расскажу про брауни печенье. Его можно делать с начинками и без. Это печенье готовится из шоколада. В начинке может быть крем-чиз, любые ягоды, орехи и так далее. Начинку для брауни приготовлю заранее. У меня здесь крем-чиз. Добавляю немного крахмала, сахара, немного ванильного экстракта для вкуса и хорошо перемешиваю. Дальше добавляю целые ягоды. Здесь могут быть замороженные, могут быть свежие, здесь могут быть орехи, цедра, цукаты. Все, что вам нравится. Теперь из начинки формую небольшие кучки. Это примерно по 15-20 граммов. Раскладываю их на пергаменте и затем убираю в морозильник примерно на 30 минут. То есть нужно, чтобы поверхность схватилась и просто с этими кучками дальше было удобно работать. Если вдруг из-за качества сыра начинка получилась более жидкая, то можно ее заморозить в силиконовых формах. Для печенья в огнеупорной чаше нужно соединить сливочное масло и какао тертое и отправиться на водяную баню, чтобы масса полностью растопилась. В отдельной чаше соединяю яйцо, немного соли, немного ванильного экстракта, это тоже по вкусу, и добавляю сюда сахар. Сахар может быть либо коричневый, либо белый, по вашему вкусу. Теперь миксером взбиваю смесь до легкой пены, так, чтобы ингредиенты объединились. Тем временем шоколад с маслом растопился, теперь его нужно добавить к яичной смеси и хорошо перемешать. Можно это сделать миксером. Напомню, что шоколадную массу не стоит перегревать выше 46-47 градусов, а яичную массу должна быть комнатной температуры. Далее в муку добавляю разрыхлитель, перемешиваю и потом просеиваю в шоколадную яичную массу. После этого это все нужно хорошо перемешать лопаткой. Кстати, в этом рецепте можно использовать не только какао тертый, но и темный шоколад, например, 70%. Для этого придется чуть сократить количество сахара и увеличить количество шоколада. Об этом я напишу в рецепте. А я из этого количества теста сделаю два вида печенья, поэтому поделю всю массу пополам. В одну добавлю жареные орехи, во вторую не буду ничего добавлять. Это будет печенье с крем-чизом. Обе части уберу в холодильник примерно на 30-40 минут. Дальше самое интересное это формовка. Здесь у меня половина теста, в которую я ничего не добавляла. Беру примерно 30 граммов теста, формую небольшую лепешку, в центр которой кладу подмороженную начинку. И стараюсь закрыть всю начинку тестом, как бы натягивая тесто на начинку. Тесто достаточно пластичное, похоже на пластилин, поэтому у вас это обязательно получится. Сформованное таким образом печенье укладываю на противень на небольшом расстоянии друг от друга, так печенье будет слегка расплываться. Таким образом формую все оставшееся печенье. Из половины порции получается примерно 6 штук. Количество ингредиентов и технологию приготовления я оставлю, как всегда, в описании к этому видео. А я буду очень рада вашим лайкам, буду рада ответить на вопросы, касающиеся рецепта, в комментариях к этому видео. А пока разогревается духовка, можно отправить это печенье в морозильник буквально на 5-10 минут. Из теста с орехами я сформовала просто круглое печенье весом по 30 граммов каждое из половины теста, получается примерно 6 штук. Вверх печенья я украсила четвертинками пекана, теперь также отправляю его выпекаться. В зависимости от качества ингредиентов, тесто может получиться разной плотности, поэтому по-разному растекаться в духовке. Я вам рекомендую в середине выпечки, если вам кажется, что печенье недостаточно расплылось, слегка придавить каждое печенье силиконовой лопаткой. Выпекается печенье 11-13 минут при температуре 180-190 градусов, главное его не пересушить. Поверхность горячего печенья должна оставаться очень мягкой, а голубика еще даст такой волшебный цвет.